Приветствую вас дорогие друзья, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня я расскажу вам как создать электронную книгу и как разместить ссылочку на ваш сайт в этой электронной книге. На примере книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Почему я выбрал эту книгу? Это одна из моих самых любимых книг. В ней очень много полезного, наверное, для тех людей, которые стремятся все-таки к доходу, к финансовой независимости. Здесь я узнал про пассивный доход, про инвестирование. Ну и много всего самого интересного. Вообще рекомендую этого автора. У него много достаточно позитивных, хороших книг. Так, непосредственно переходим далее, значит, да, как размещать ссылочку на ваш сайт. Ну и здесь уже вот в данный момент ссылочка есть, да, как я ее создал. Соответственно, нажимаем вкладочку «Вид». Здесь есть в колоночке, да, «Колонтитулы». Нажимаем «Колонтитулы». И вкладочку «Верхний и нижний колонтитул». Ну и просто больше нравится «Нижний колонтитул». Здесь можно написать любую информацию. Так, что-то у меня здесь загвоздочка. Сейчас, минуточку, нажмем на паузу. Так, запись снова пошла. То есть вот здесь мы размещаем, пишем любой текст. Ну, к примеру, «Мой любимый сайт» или там «Рассылка для MLM-бизнесменов». Для чего это нужно, да? Когда мы создадим книжечку в формате PDF, этот формат не позволит редактировать больше текст. То есть, таким образом, когда вы, к примеру, даете в подарок своим подписчикам книгу, да, то есть они подписываются на вашу рассылку, вы им даете в подарок книгу. Любую. Желательно, конечно, чтобы это была ваша книга. Ну, тем не менее, если у вас пока маловато опыта, вы не можете написать книгу. Может быть, ну, просто таланта нету, да, в книге писать. Можете любую книгу, да, в подарок послать. Соответственно, люди, если это будет полезная книга, люди будут ее передавать, как бы, друг другу. То есть, сработает сарафанное радио, и чем больше, соответственно, книга разойдется в интернете, тем больше людей смогут зайти на ваш сайт. Ну, если это будет ваша книга, то если она будет полезная, наверняка многие люди захотят с вами познакомиться или просто сказать спасибо, да, соответственно, они будут заходить на ваш сайт, либо добавляться в Skype, либо писать на почту, да, ну, смотря какие вы оставите им контактные данные. Вот, заполняем, значит, вот этот нижний колонтитул. Далее нажимаем закрыть. Все, колонтитул у нас сохранился, причем смысл этого колонтитула в том, что он сохраняется на каждой странице, на каждой странице книги. Все, с этим мы разобрались. Сохраняем книгу. Ну, мне привычно на рабочем столе сохранять, чтобы было потом проще найти. Далее. Далее запускаем программу. Do PDF. Ссылку на эту программу я размещу в этом видео. Вот, видите, он нам предлагает преобразовать в PDF файл, да, то есть мы выбираем файл. Это может быть любой вордовский файл. Ну, соответственно, мы выбираем книгу «Богатый папа, бедный папа» в формате ворд. Нажимаем «Открыть» и далее «Создать». Здесь нам в открывшемся окне предлагается выбрать ту папку, куда мы бы хотели сохранить эту книгу. Ну, как я уже сказал, да, мне удобнее сохранять на рабочий стол, либо можно какую-то отдельную папку создать заранее и туда уже сохранять вот эти конвертируемые книги. Все, нажимаем «Сохранить». Имя файла уже присвоено. Нажимаем «Окей». Так, «Бедный папа» уже существует. Заменить, да. Сразу идет переконвертация и сейчас должна появиться книжечка. Вот она у нас появилась. Все, вот книга готова. Видите, внизу вот этот нижний колонн-титул. Все, мы все сделали и теперь спокойно можем отправлять книгу нашим подписчикам, друзьям, кому угодно. И ее, видите, уже нельзя никак отредактировать. То есть это вот такой формат электронной книги. Ну, собственно, на этом, наверное, заканчиваем. Вот. Если какие-то будут вопросы, пишите в скайп. С вами был Дмитрий Кухтенков. До следующих подкастов. Пока-пока. Пока-пока.